привет всем с вами ваша сила butterfly серебряная бабочка по просьбам трудящихся я делаю видео под названием ароматы двухтысячных некоторые называют их ароматы нулевых берут все обнуляют как будто две тысячи лет человечества это ничего а вот с нулевых то все и пошло но это судя по всему какой-то был журналистик который создал этот термин и пошло поехало на новое отчисление жизни ну что ж поехали тогда двухтысячных так двухтысячных и я не буду говорить с нулевых давайте начнем прям с нулевых нулевых у меня первый будет аромат вот этот черуте имидж вот выпущен в двухтысячном году ну ничего с ним не стал это раз я имею ввиду морально мало того что материально с ним ничего не стало так морально он как был свежим как был приятный кто-то здесь слышит березовый сок а кто-то кожу кто-то кипарисик кто-то кедр я все вместе взятая и прям не могу надышаться и набрызгаться но об этом многое говорит что учитывая что я пользуюсь ароматами каждый день и столько выброс как на себя это уже что-то в течение времени да я его кашень купила не в двухтысячном то есть у меня был в двухтысячном но это был уже здесь куплен как память и представляете уже с тех пор как я купила как память столько времени прошло и он живее всех живых далее у нас идет montana blue опять же он сделал в двухтысячном году я пыталась выискивать в своей коллекции сегодня только двухтысячные ароматы ну немножко там с отклонением в какую-то сторону могла бы и отдалиться от истины но пыталась только двухтысячные сейчас собрать и вот кстати montana blue он абсолютно не потерял актуальность вот он как был свежий вкусный когда-то он меня бесил даже а сейчас нравится вот именно за это та нота которая бесила я прям ее искала долго и нашла в прошлом так я побрызгаю ой ну какая прелесть вот у меня уже искушение взять набрызгаться или этим или этим и пойти гулять и уже все забыть но у нас же еще репортаж так что идем дальше так я это отложу сюда что у нас еще двухтысячного года это уже 2001 так сейчас датс а море у меня набор аж состоящий из двух ароматов здесь по идее два аромата один какой должно в синей коробке быть а другой в желтый но у меня оба и это два приятнейших аромата от гайма тиола исполненные тоже в двухтысячных и я просто обожаю оба я думала что это для мужчин коричневого каста для всех а пришлось выключить компьютер потому что он тарахтит я еще пока новый не купила донатов нету так ладно будем как бы обходиться под нужным кормом и делать что в моих силах так вот вот эти два аромата двухтысячных светлый и темный это вот секс вечер вечерний аромат а это утром девочка проснулась отряхнулась и побежала в институт но прелесть кайф сейчас здесь я даже слышу какие-то колокольчики ну вот лето во флаконе сейчас у нас такая пора столько колокольчиков столько всяких красивых цветов я просто устаю так поднимать руку и постоянно что-то фотографировать или снимать для вас я это буду выкладывать на своем английском канале потому что цветы никто не смотрит хотя ради цветов ты же и смотришь потому что ты хочешь быть как цветок так вот это вот такой летний цветок после дождя колокольчик 2000 года дальше у нас идет вот такой вот это уже далеко не колокольчик и такой мальчик колокольчик называется это мальчик мачо это сладкое дерево и шоколад чем такой шоколад шоколадович и сразу вот вот это вот но тогда вот тебя уносит как будто ты в ночном клубе в двухтысячных казалось бы вот еще вчера только ты таскалась по ночным клубам а уже 23 года спустя этот аромат абсолютно не потерял актуальность а люди которые этим пользовались в двухтысячном стали на 23 года старше поздравляю мы идем дальше приходим к двухтысячного вот это вот дизары кто-то читает по-русски дизире но это не дизире это дизары то есть желание от данхилл выполнена моим любимым ароматоделом морис руссель кстати очень много здесь хороших имен я все это выстрелила в компьютере потом он начал тарахтеть я не могу уже это терпеть просто буду вспоминать что вспомнится это я вспомнила ну вот этот кайф это вот зажигалочка или как это назвать это же это что-то с чем-то вот я его вдыхаю пользуюсь очень редко потому что экономлю хотя что экономить непонятно здесь роза и пепел это мои такие впечатления но здесь намного больше всего замешана это очень благородная картинка зажигалочка от данхилл любимый данхилл казалось бы вот уже 2001 да но тенденция начинает меняться в сторону сладости тире горькости и поэтому чем дальше влез тем больше дров и когда я купила вот этот вот кабаре это было уже совсем другое направление 2003 но как его описать для меня это как такой вот острый цветочный мне кажется даже немножко овощной букет как-то это казалось просто шампанское сейчас оно не кажется шампанское то что но не такое горькое как в бутыльке но тем не менее она очень интересно я хочу даже побрызгать на руку вспомнить так сказать молодость представьте 2003 это фактически 20 лет назад создан аромат тогда он был такой прорывной он был ни на что не похож тем более у грэсовских вот этих грэсовский до гибра гидроэлектростанция господи зачем я в общем грэ парфюм у них было такое сладко анималистическое направление а здесь абсолютно нет это больше уже даже идет к минеральности хотя это счет даже не предвещало 2023 до когда сейчас все полностью в этих каких-то минеральных солях и каких-то акватических песочных делах ну и что же я наверное еще покажу один который 2006 не sony хотя у меня есть еще я же принесла я принесла больше я принесла кейт мосс даже тоже 2000 я не знаю куда я положила ну что же вот она шоколадка на пляже моя любимая как я ее обожаю мне хочется побрызгаться можно то есть я не знаю как можно было так делать ароматы что во первых я не хочу избавляться и я хочу постоянно пользоваться и не хочу продавать во первых я не умею во вторых не хочу даже если бы умела ничего с этими sony не сделалось пережалею что не купила больше такое фирмы в нашем городе больше не продаются в магазине а как у вас но так вот вот она кейт мосс двухтысячных когда ее выпустили она стояла никому не нужная как только все расчувствовались и поняли что это шедевр или смели с полок и больше она не производилась может быть еще в англии можно купить остатки но здесь это просто нереально я так рада я так вот поливаюсь орошаюсь этой английской розой в английском саду ну такой кайф просто прелесть это в те времена когда она еще тусила с джонни деппом еще столько всего уже произошло в их жизни да но это было еще на заре туманной юности тех лет двухтысячных и что у нас остается у нас остается несколько ароматов которые я может быть скорее всего поставлю в другую категорию хотя это тоже двухтысячные например вот это вот ажексте это итальянский бренд я уже показывала единство покажу что вот это с браслетиком и что я думала что этот аромат уже выжил из ума и ничего подобного он живее всех живых в двухтысячных да а пахнет хоть сейчас использую единую улицу вот номер один и потом я уже делала обзор на это же как мне нравилось вот вот эти модели которые по подиуму ходили с этим брендом да вот такие вот браслетики у них можно стегнуть кстати и носить я вам показываю и почему-то этот бренд ну как бы не прижился на ухо не лег допустим как любой другой итальянский бренд также еще хотела сказать что в двухтысячных практически в начале в самом закончил свое существование компания дженни это тоже бренд который был очень известен так же как и арман но факт то что дженни уже никто не знает хотя они одни из первых выпускали парфюмы есть вот такое чудо на постаменте каким-то сладким оттенком очень интересные приятные духи лучше найти вот то что никто не знает из прошлого чем искать что-то по сумасшедшей цене в атлевантах вот кто-то мне из подписчиков написал поэму в атлевантах только потому что на 95 года не надо такого делать найдите себе просто бутылочку и кайфуйте вот это мое мнение но я не знаю поступайте как хотите вот еще покажу я подозреваю что это двухтысячный но начала исследовать в фрагрантике ничего не нашла это жан артест называется называется все о ну аж одно облачко такое да я просто принесла потому что эта эра началась уже двухтысячных когда начали играть на психику создавая очень красивые флакончики флакончики всегда были красивые да но вот когда бюджетная фирма делала что-то со вкусом да еще очень хорошим качеством то вот это можно и рассказать теперь я жалею что я не охотилась до этой фирмы жанра артест я думала что это дешево это всегда будет наличие а нифига она ушла как в белых ябланды ну вот такой репортаж получился правы двухтысячные это далеко не все у меня если взять versace вот эти розочки и так далее это все 2000 но это уже не 2000 а уже дальше поэтому может быть я продолжу этот репортаж а пока заканчивается с вами разговор всем всего самого хорошего с вами была сила butterfly серебряная бабочка пока пока я полетела и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok